91 и 5 ФН Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. За номером FLFS77DFIS 57571. От 8 апреля 2014 года. Эхо Петербурга. Радио для тех, кому за шесть. Вы старше шести лет и вы слушаете Эхо Петербурга. Радиостанция Эхо Петербурга представляет программу «Особое мнение». Добрый день. 11 часов 8 минут. В студии Татьяна Троянская. Действительно, программа «Особое мнение». Она у нас сегодня в двух частях получится, потому что пока Лев Маркович Шлозберг к нам присоединяется, мы начнем беседу с Валерием Нечаем, главным редактором. Валера, добрый день. Да, добрый день. Ну, конечно же. Всегда можно о чем-то поговорить. Особенно в этот день, когда началась эта трехдневка, так называемая. Трехдневка, да. Это правильно. Сложно называть, конечно, это выборами, как мы уже говорили в развороте, потому что для тех, кто его не слышал, я просто повторю этот тезис, очень сложно называть выборами тот процесс, в котором не принимает участие огромное количество оппозиционеров. Это такие, скажем так, ну как, такой розыгрыш мандатов депутатов. Другое дело, к чему он приведет, это интересно. Я напомню слушателям, что в этом процессе не принимают участие по различным причинам. Ирина Фатьянова, это представитель штаба Навального, признан. Чем там, я уже не помню. Ну, в общем, как всегда, со всеми этими экстремистами признаны. Экстремисты, запрещенные и так далее. Максим Резник, депутат Законодательного собрания Петербурга, который был одним из самых активных депутатов там, и явно не нравился кому-то во власти, как мы понимаем, и так далее. Ну, грубо говоря, давайте называть это все голосованием, да, или засовыванием бюллетеней. Но надо же понимать, что одно дело, как проголосуют, это одна история, а вот, как посчитают, это совсем другая. Но принимать участие в выборах нужно. Вот именно, что сам факт, что ты приходишь и голосуешь, вот этот факт важен, потому что разные же мнения звучат на этот счет. Ну да, и голосовать, я напомню, лучше в последний день по одной только причине, потому что за ночь еще не все шурум-бурумы, скажем так, не успеют сделать. Мы уже сейчас получаем данные о том, что в одном из участков на Петроградске, в Петроградском районе, вот смотрите, общее количество голосов, голосующих людей, 1300, понятно, что не все придут. Если мы предположим, что где-то придет 40%, это у нас получается 520 тысяч человек. А тех людей, которые еще и получили по программе мобильный избиратель возможность голосовать, там же 122 тысячи, то есть одна пятая. Сколько голосов будет добавлено, ага. И еще один момент, на который стоит обратить внимание, это, конечно, мы в пятницу и в субботу примерно будем понимать, сколько голосов, ну если не доброшено, да, то есть пациенты, которые будут голосовать сегодня и завтра. Я еще один момент, я прошу прощения у Льва Маркевича, но это важный момент, про который нужно сказать. Если вы не придете проголосовать в воскресенье, то, пожалуйста, не жалуйтесь на все те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. И подумайте насчет тепла в вашем доме, которое сейчас есть. Можете, закутавшись в одеяло, оставаться дома и не проголосовать, но потом пеняйте на себя. Спасибо, да, я еще раз напомнить хочу, что в воскресенье у нас будут эфиры с 18 часов, поэтому, естественно, мы вас будем оперативно информировать о том, что происходит на избирательных участках. Спасибо, это был Валерий Иничай, главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга», и с нами уже Лев Шлозберг, общественный деятель и журналист Лев Маркович. Добрый день. Добрый день, Татьяна. Добрый день, Петербург. Естественно, в центре у нас сегодня выборы, которые начались уже несколько часов, они уже, точнее, продолжаются, но мне хотелось бы вернуться к предвыборной кампании. Лев Маркович, вот на ваш взгляд, предвыборная кампания, она, в общем, прошла более или менее, или могло бы быть и хуже? Как вы дадите оценку этой предвыборной кампании? Это была предвоенная избирательная кампания, просто предвоенная избирательная кампания. Не имеет значения, как она прошла. Вообще не имеет значения, что происходило на этих выборах с точки зрения расстановки сил, даже использования административного ресурса, который сегодня с 8 утра по дальневосточному времени видит вся страна. Нужно понимать, что эти выборы – это референдумы войны и мира. Все остальное совершенно второстепенно. Мы находимся в 30-х годах, и эти 30-е годы пахнут кровью. Поэтому, по сути дела, избирательная кампания имела значение только в одном смысле. Понимают ли люди, что происходит в нашей стране? Вот отдают ли они себе отчет, что будет завтра, если они останутся безучастными. Просто, если они останутся безучастными. У нас сегодня в Пскове, не могу об этом не сказать, на избирательном участке 43-м, где голосует дивизия, 76-я десантно-штурмовая дивизия, обнаружились видеокамеры, которые стоят над кабинками для голосования и просто фиксируют все, что делают люди. Об этом написала уже пресса, и, насколько мне известно, голосование было остановлено. Эти камеры поставлены не случайно, там голосуют военные, там голосует МЧС. У нас тысячи и тысячи, только в Пскове, сотрудников государственных учреждений, бюджетных организаций, подконтрольных предприятий, по приказу, под страхом увольнения, открепились от своих родных избирательных участков и прикрепились к плановым избирательным участкам, где, очевидно, планируются невиданные вообще в нашей истории фальсификации голосования. Идет речь о тысячах и тысячах человек только по городу Пскову. Эти люди нам писали, сообщали об этом. При этом они получат не все избирательные бюллетени. При переподкреплении они получат избирательные бюллетени в Госдуму список, Псковско-областное собрание список и кандидат в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу. А бюллетень с кандидатом депутата в одномандатном округе в Псковско-областное собрание депутатов эти люди не получат, потому что эти участки в абсолютном большинстве случаев находятся за пределами их участков. Люди находятся в глубоком шоке с тем, что происходит. Такого не было вообще никогда. Это должны понять и услышать все. Такого безобразия, такого кошмара, такого тотального насилия, притом наглого, неприкрытого, абсолютно бесстыжего сейчас самые криминальные выборы в истории постсоветской России. Самые криминальные. Их результаты могут уничтожить страну. Просто, полностью. И что еще важно сказать. Уважаемые друзья, все те, кто сегодня либо по приказу, либо добровольно пошел на избирательное участие, и те, кто завтра, в субботу по приказу или добровольно пойдет на избирательное участие, должны понимать, что эти сейв-пакеты, которые будут положены в ваших коллективах, это черная дыра, это мертвые мешки. Они убивают голоса. Никто, нигде, ни в одном месте в нашей стране, несмотря на 100 тысяч избирательных участков, скорее всего, не сможет установить, что с этими пакетами происходило ночью, и какие бюллетени в итоге будут сброшены в 8 часов вечера, хочу обратить ваше внимание, в 8 часов вечера, в воскресенье. Это грубейшее нарушение всех норм, даже российского законодательства, потому что досрочное голосование, по сути, трехдневка, пятница и суббота, вот эта досрочка, должно отдельно метиться печатями избирательной комиссии в 8 утра до начала голосования, чтобы можно было увидеть, каким образом составить отдельный акт. Люди проголосовали до дня голосования, основного, и в основной день голосования. Мы этим постоянно пользовались и показывали вбросы административный ресурс, и это было видно всем. Сейчас мы находимся на выборах, когда вечером в воскресенье, это все должны понимать, чистую воду и грязную воду смешают в одной бутылке, и получится, возможно, грязная вода. Единственный вопрос этих выборов заключается в том, сколько честных людей придет на выборы в воскресенье, 19 сентября, только в воскресенье, ни в какой другой день. И будет ли этих людей больше, чем те технические, по сути, бюллетени, которые будут поданы в пятницу и в субботу, и никаких гарантий сохранения которых до дня голосования нет вообще. Вот все об этих выборах, все остальное второстепенно. То есть, условно говоря, если вы приходите голосовать сегодня или завтра, результат то, что ваш выбор будет, ну, скажем, изменен или как-то, ну, в общем, не учтен ваш выбор, больше шансов, да, чем если вы приходите голосовать 19 числа. Да, был единственный и есть единственный способ сохранить эти голоса, если ведется тотальное видеонаблюдение, если эти сейф-пакеты под видеокамеры, которые онлайн может смотреть, вся страна опечатывается, кладутся в некое прозрачное пространство, возможно, в какой-то стеклянный или пластиковый куб, и на этот куб направлены две, минимум две видеокамеры, которые снимают круглосуточно, просто безостановочно, все, что происходит с этими пакетами. Тогда мы могли понимать, что, скорее всего, почти наверняка эти голоса будут сохранены. Вся идея вот этого пятничного и субботного голосования заключается не в повышении явки. Эта идея заключается в возможности подмены бюллетеней при отсутствии наблюдения. В этом технологическая задумка. При этом, посмотрите, всех глав субъектов федерации, всех губернаторов обязали сегодня легитимировать это голосование. Депутатов от «Единой России», любого уровня Госдумы, законодательных собраний, муниципальных собраний обязали сегодня прийти на выборы, под камеры проголосовать, таким образом замазаться в этом полностью, вот что называется «с хвостом и ушами». И очень важно понимать, что это тотальное участие в злодеянии, тотальное участие в злодеянии, это развращение всей страны. Вот избиратели, которые хотят сохранить шанс, понимаете, шанс для нашей страны на свободное демократическое общество, на честное государство, они все должны проснуться, все, где бы люди ни были, дома, на дачах, заняты какими-то делами, отложить все, потому что в воскресенье 19 сентября будет решаться вопрос жизни миллионов людей, жизни миллионов людей, не просто вопрос того, какие партии, какие фамилии будут в партийных списках на распределение мандатов, это решается вопрос жизни и смерти людей. Олег Маркович, я хочу про невыполненные обещания, вот у нас в Петербурге они уже есть, наши власти обещали до середины сентября включить отопление, у вас уже включили, кстати, отопление и вам обещали. Какая прелесть, какая прелесть, то есть 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей не хватило, нужно начать досрочно отопительный сезон, это прекрасно, могу сказать, это не только ваши власти, хотя на самом деле вы должны понимать, это не ваши власти, никогда не называйте этих людей нашей власти, это не наша власть. Номинально власти, которые управляют городом Санкт-Петербург. Могу сказать, вчера было торжественно объявлено, что отопительный сезон в городе Пскове будет начать сегодня, 17 сентября, в то время как, как правило, никакие выборы никогда не были основанием для того, чтобы распечатывать бюджет и начинать оплачивать отопление. Но сейчас известно, что люди раздражены, что деньги вызвали раздражение, соответственно, если так, если не срабатывает кормежка, ну хотя бы подтопить. Так не топят же, вот в чем, обманули опять. Так потому что врут же всегда. Татьяна, вы вообще что от них ждали? Что они пообещают и выполнят обещание? Они пообещали, сказали, мы обещаем, что будет тепло. Идите голосуйте, пока не замерзли, быстро пошли. Бегом побежали. О, смотрите, уже согрелись, уже тепло, отлично, отопительный сезон начался. Но вас-то включили? Нет, у нас у кого-то включили. То есть тоже не включили отопление? Нет, у нас нет еще отопления. Я думаю, что это, понимаете, это настолько дешевые трюки. Слушайте, надо было 20 лет быть у власти. 20 лет быть у власти. Для того, чтобы перед шестыми или седьмыми по счету выборами, считая президентский, парламентский, за эти 20 лет, думать о том, как купить и задобрить народ. Вот других достижений нет, ничего не сделано. Страна в полной бездне. И катится в эту бездну дальше. Но нужно получить результаты голосования, которые можно будет фальсифицировать не на 100%, хотя бы на 50%. Поэтому кому 10, кому 15, кому отопление. Вот все. А избирательные участки очень многие располагаются в школах. И вот у нас в начале сентября губернатор сказал, что школы будут работать в пятницу, потоки будут разделены, то есть, чтобы люди, которые приходят голосовать, не встречались с учениками. Но некоторое время назад решено было все-таки, чтобы школы не работали. Младшеклассники, в общем, теперь такой подарок учинили родителям, у которых пятидневка, и которые не знают вообще, что делать. С одной стороны, нужно работать, и с другой стороны, ученик не учится. А вот у вас школы работают? У нас все то же самое. Школы работают по всей стране. Может быть, есть исключения. Я не исключаю, что какие-то школы... То есть, они работают как что? Учатся сегодня у вас дети? Насколько мне известно, дети учатся, но при этом предпринята попытка разделения потоков, потому что участки расположены в рекреации. Я точно совершенно понимаю, что в тех школах, где расположены по 3-4 избирательных участка, а у нас есть такие школы в Пскове, учебный процесс вести невозможно. Мой избирательный участок тоже расположен в школе, в небольшой школе, но я пойду на выборы в воскресенье, сегодня я на этом участке не был. Совершенно очевидно, что многодневное голосование сломало, просто сломало нормальный учебный график учебных заведений, а если еще учесть, что в стране все-таки продолжается коронавирус, то ли четвертая, то ли пятая волна, то, безусловно, приход нескольких тысяч, да и даже нескольких сотен людей в учебное заведение, где находятся дети, одновременно с учебным процессом, это преступление, этого допускать нельзя, никоим образом. Избирательные участки, находящиеся в школах, должны по окончании выборов быть дезинфицированы, только после этого в эти пространства можно запускать детей, потому что вот то, что я знаю по псковским школам, избирательные участки располагаются в рекреациях и спортивных залах, вот, поэтому совершенно очевидно, что сейчас там детей нет, у школ есть разные входы и выходы, я не исключаю, что где-то в каких-то пусках зданий учебный процесс ведется, но вот так сложилось, что я сегодня еще не был ни в одной школе, не могу вам дать точный ответ, но мне известно, что эта проблема существует во всех регионах, без исключения, власти никак не могли прийти к окончательному решению, именно из-за той проблемы, по которой вы сказали, можно выгнать детей, не пустить их в школу, но тогда нужно давать оплачиваемый отпуск родителям, притом идет речь об огромном количестве людей, понимаете, какая ситуация, одной рукой гонят людей на голосование, административное, обязывают прийти на работу, дают автобусы, дают отгулы, некоторым платят премии, это прямой, совершенно финансовый ресурс, когда люди получают зарплату, не будучи на работе в этот день, и при этом непонятно, куда девать детей, этих тысяч и тысяч людей. Вот так работает государственный лад. Мало того, сегодня в «Новой газете» была любопытная публикация о том, что некоторые родители в петербургских школ пожаловались, что их заставили писать заявление о том, что якобы их ребенок не может учиться в пятницу, ну то есть сегодня. Ну правда, там потом директор это опровергла, но тем не менее. Слушайте, в это все, к сожалению, приходится верить, то есть это выглядит как правда, и скорее всего, это правда. В стране, где государство лжет официально, постоянно, оно вовлекает в это ложь всех, руководителей школ, людей, просто вот рядовых людей. Когда государственной политикой является ложь и насилие, то людей в это втаскивают, люди оказываются в это замараны, люди участвуют в этом, а иногда соучаствуют в этом. То, что вы рассказываете, это крайне, крайне позорные вещи, и они прискорбны, вот просто прискорбны сами по себе. Это показывает отношение властей к людям, просто открытым текстом, совершенно не стесняясь. Вот вам деньги, вот вам видеодолжение отопления на две недели раньше, вот вам фальшивое заявление о болезни вашего ребенка, ну что вам еще надо, чтобы вы проголосовали за Единую Россию, гады вы такие. Ну так, давайте не будем говорить за кого и что голосовать, поскольку... А что, есть какие-то сомнения? Кто-то сомневает? Я, кстати говоря, я не агитирую, я не выступаю против, я объясняю, для чего это все делается. Лев Маркович, вот по поводу электронного голосования хотел вас спросить, некоторые питали надежды в связи с ним, поскольку где-то оно проводится, но вот буквально час назад Алексей Венедиктов, а он, помимо того, что главный редактор Эхо Москвы, еще председатель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, сообщил, что на дистанционное голосование идет дидос-атака. Вот и здесь, то есть у вас были надежды, связанные с электронным голосованием, или вы считаете, это тоже все будет, в общем, все как обычно? Татьяна, Псковская область, по счастью, этой бедой обойдена на этих выборах. Мы не вошли в число экспериментальных регионов, но вот то, что пишет Венедиктов, это очень серьезно. Дело в том, что сегодня в нашей стране действуют две системы дистанционного электронного голосования. Одна разработана центральной избирательной комиссией для экспериментальных регионов, а вторая разработана специально для Москвы. И Венедиктов является публичным лицом именно этой системы. Я был в Москве недавно, три недели назад, на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами, где был Венедиктов, был представитель Мосгорсберкома и были разработчики системы дистанционного электронного голосования. Была очень детальная и весьма профессионально сделанная презентация о том, как работает ДЭК в Москве. В зале были очень компетентные люди, программисты. Они просто в лицо рассказывали, ребята, вот если я найду вот этот ключ, то я могу узнать, как я проголосовал и могу объяснить другим людям, как узнать, как кто голосовал. Разговор был очень интересный, чрезвычайно интересный. Но при этом и разработчики системы, и ее защитники политические были уверены, что система технически неуязвима, что она выдержит любые ДДОС-атаки. У меня есть предположение другое. Я не общался сегодня с Алексеем Алексеевичем, не могу подвергать по сомнению, что он пишет вот просто на основании самой цитаты, но в Москве записалось на дистанционно-электронное голосование свыше полутора миллионов человек. У меня возникает вопрос. А представим себе, что хотя бы треть этих людей решили проголосовать в утренние часы. Вот люди встали, у них есть возможность электронно проголосовать. Позавтракали, сделали физзарядку, измерили температуру и пошли голосовать к своим компьютерам. И одновременно система дистанционно-электронного голосования получила сотни тысяч входов людей в свои личные кабинеты. Она готова к такой нагрузке? Вот просто она готова к такой нагрузке? Что касается ДДОС-атаки, разработчики утверждали, что они свою систему чуть ли не расстреливали из пулеметов. Ребята, если вы ее расстреливали из пулеметов, какая там ДДОС-атака и как она может закачаться? Поэтому я предполагаю, я предполагаю, что проблемы с самой системой либо с ее защитой от такой атаки, я вполне допускаю, что атака производится, насколько было испытаний, сколько было тестов и система должна была быть устойчива. А вторая вещь, я не исключаю, что система была просто не рассчитана на такое число единомоментных обращений. В любом случае могу сказать, при честном государстве и честной власти любая техническая модель будет работать честно. При лживом государстве любая техническая модель будет работать нечестно. Вот рядом с нами, с Псковской области, рядом с вами, с Петербургом, маленькая Эстония. Это лидер мира по электронному голосованию. Система отлажена настолько, что уже люди старшего возраста начинают доверять этой системе, это безопасно, надежно, гарантированно. Более того, они еще анализируют после выборов, каким образом разложились голоса электронно и на участках. Вот на участке прошли люди старшего поколения. Вот такой расклад общественного мнения среди партии и кандидатов. А вот электронно голосуют более мобильные люди, более динамичные, в каком-то смысле более современные. Там другой расклад мнения. И это обсуждает вся Эстония. И никаких сомнений в честности голосования нет. Если представить себе, что кто-то, где-то попытался вмешаться в это голосование, ну это как минимум конец карьеры, а скорее всего это возбуждение уголовного дела, поскольку это искажение воли избирателей. Я не верю ни в какие технические системы находятся в лжицу. Это просто невозможно. Они будут эксплуатировать эти системы так, как они сейчас эксплуатируют первый и второй день трехдневного голосования. То есть только с целью фальсификации голосования. Ни с какой другой. Ну вот я смотрю, да, уточненные уже новости приходят от Венедиктова, что московская система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам, но система тем не менее работает. Но из-за очередей время ожидания увеличилось до пяти минут. Так что, видимо, это была неверная информация изначально, что вот система, несмотря на эти атаки, все-таки продолжает работать. Лев Шлозберг у нас на связи, общественный деятель и журналист. Мы сейчас прервемся на московские новости и вернемся через несколько минут. Вы слушаете программу... Ну, Лев Маркович, слышите меня, да? Да, я вас слышу и даже вижу. Мы можем продолжать общаться. Да, мы можем, да, ну, чтобы не повторять сейчас, чтобы не продолжить тему эфира, а чтобы пока отстраненно. Ну, у нас, у вас как, у нас оркестры, у нас уже корреспондент просто ходит нас по участкам, играют оркестры военные, пирожки не продают, а вот вместо пирожков искусство. Слушайте, у нас нет такого количества ресурсов, чтобы воинские части, дислоцированные в Пскове, командировали свои оркестры на избирательные участки. Ну, там маленький оркестрик-то. Петроградский район, как вы понимаете, знаете. Да, особое место. Особое место, да. Там что-то случилось с видеокамерами, они ослепли. На зданиях памятников культуры, как выясняется, видеокамеры приходят в шоковое состояние, не могут работать, потому что при виде памятника они просто слепнут. Не имеют. Да, не имеют, да. Остаются без способностей фиксировать. Вообще, должно вам сказать, я с большой печалью, это я мягко говорю, с огромной печалью, смотрю на то, что происходит в Петербурге, с политикой, ну и с выборами как частью политики. Я выражаю огромное сочувствие избирателям Санкт-Петербурга, потому что это, конечно, беда, это настоящая беда в культурной столице России, в городе, который я очень люблю, я просто люблю. Я могу вам сказать, что в России есть два города, которые я люблю, это Псков и Петербург. И то, что сейчас мы видим в Петербурге на протяжении всех месяцев этой избирательной кампании, это позор города. Я хочу пожелать, чтобы люди, которые обеспечивают Петербургу такой общественный позор, рано или поздно с ним расстались, уехали навсегда, вот просто сгинули и никогда не возвращались, потому что то, что они делают, это оскорбление Петербурга и насилие над Петербургом. Я хочу повторить призыв Валерия Нечая. Дорогие друзья, 19 сентября, в воскресенье, приходите, приползайте, приезжайте, собирайте всех. Это день определит нашу судьбу, это день определит жизнь. Я сейчас хочу сказать, что нас слушают и смотрят не только в Петербурге, и поскольку мы об отоплении говорили, пожалуйста, друзья, пишите, откуда вы, если вы живете в России, у вас тоже выборы, откуда вы, и вам тоже обещали отопление и исполнили ли обещания власти ваших регионов, городов. Нам просто интересно. А возвращаясь в Петербург, вот все-таки то, что вот Лев Маркович и сказали, что вас очень расстраивает, да, что вот такие у нас политики. Это вина чья? Это вина местных или все-таки такая установка идет из Москвы, чтобы слабая была власть в городе? Ну, Петербург особый город, ситуация в нем не похожа ни на один, другой город. Я считаю, что личная ответственность за власть в Петербурге, за состояние власти, за этическую и культурную составляющую этой власти несет Владимир Путин. Петербург возглавляет его прямой ставленный, прямой. Путин не мог не понимать, кого он назначает в Петербург. То есть, получается, это его желание, ну, чтобы в Петербурге, скажем, был не самый сильный губернатор? Мне трудно найти все точные слова для оценки господина Беглова. Еще раз хочу выразить надежду, сейчас не выборы Беглова, поэтому я могу об этом сказать, что чем раньше, тем лучше этот господин расстанется с Петербургом или Петербург расстанется с этим господином, потому что это беда, это реально беда, то, что сейчас происходит в городе и с городом. Безусловно, ответственность за политическую атмосферу в Петербурге несет Путин, это его губернатор, это его личный губернатор. Но это его сознательный выбор или неосознанный, сознательный. Да, я вам могу, да, у меня не было опыта личного общения с Владимиром Владимировичем, но то, что я вижу и как я это понимаю, Путин не принимает бессознательных решений вообще. Все его решения абсолютно сознательные. Он полностью понимает, что он делает, для чего он делает, с кем он делает и куда он идет. Это абсолютно сознательный человек. Я правильно тогда понимаю, что он устраивает его полностью как губернатор? Или все-таки есть качества, из-за которых он поставил его на пост губернатора, да, условно говоря, и ради этого он закрывает глаза на другие недостатки? Знаете, опыт показывает, что Путин способен радикально менять свое отношение к своим же ставленникам, если эти люди по каким-то причинам в какой-то ситуации не оправдывают надежду. Беглов отдельная история, вот просто так взять его за шевроту, допустим, посадить, думаю, что не посадит. Вот Беглова не посадит. Путин точно не посадит. Другой президент может быть, но другого президента нужно дожить. В другом президенте Беглов не будет губернатором. Это понятно. Да, поэтому могу предположить, что у Путина может накопиться критический вал замечаний к Беглову, и тогда он будет искать способ перевести его, ну, я думаю, скорее всего, на почетную пенсию в силу возраста. Путин может принимать такие решения, но дело в том, что особенность Путина заключается в крайне долгом и болезненном изменении отношения к людям из своего ближнего круга. То есть, если Беглов своим титаническим трудом в Петербурге достанет Путина до такой степени, что станет его дискредитировать в понимании самого Путина, тогда Беглова не будет. Мы продолжаем наш эфир. Олев Шлозберг, общественный деятель и журналист в программе «Особое мнение». Про умное голосование хочется поговорить. И вот публикация на «Медузе» была. «Медуза» у нас иностранный агент. Кажется, умное голосование сейчас главный враг российских властей. И «Медузе» очень многие присылали письма, поскольку могут наказать, если я проголосую за предложенного им кандидата. Ну, то есть, условно говоря, несколько читателей «Медузы», которые оставляли почту на сайте умного голосования, получили письмо от неизвестного с предложением отказаться от голосования на выборах. И здесь «Медуза» поясняет, что ничего страшного не случится, если вы пойдете и проголосуете. А вот про умное голосование. Действительно, для властей, даже в нынешней ситуации, когда списки очень хорошо почищены, все-таки умное голосование это какой-то страх. Вот чего уж бояться-то? Выбор там невелик. Татьяна, умное голосование это название политической партии Алексея Навального сейчас. Вот что такое умное голосование. Это его избирательная кампания. Это очень важно понимать. Татьяна, вот мы много говорили в том числе с вами об умном голосовании. Нужно понимать всем, что причина появления проекта умного голосования заключается в невозможности для Навального принимать личное и в составе любой партии, своей партии участие в выборах. Вот не участвуя в выборах, не будучи кандидатом, который может баллотироваться, Навальный и его коллеги придумали умное голосование как заместитель, фактически заменитель легального участия в политике. Это механизм. И соответственно борьба с умным голосованием это не борьба с умным голосованием. Когда я вижу скрины из умного голосования с предложением проголосовать за любую парламентскую партию и не голосовать за непарламентскую, мне этих скрины присылали уже мешок. Я спрашиваю людей, слушайте, вот вы подписаны на Навального, вы его сторонники. Вот скажите, вот это вот вся, вот это я уже про кандидатов скажу так мягко, вот этот список лиц, за которых вам предлагают проголосовать умное голосование, эти люди освободят Навального? Они придут к власти. Вот представьте себе, произошла фантастическая вещь. Единую Россию съели. Вот на этих выборах. И другие парламентские партии, не будем их перечислять, их три, стали абсолютным большинством во власти. Вот давайте представим себе лидеров этих партий, требующих немедленно освобождения Навального, расследования отравления на Алексея Навального и другие вещи, которые, если озвучить, то даже только после озвучивания этих предложений могут наступить политические репрессии. Я изумлен, изумлен, как люди, которые считают, когда люди, которые считают себя сторонниками демократии и свободы, видят рекомендацию, которая им поступила, понимают, что это что-то нехорошее, я скажу очень осторожно, что-то неправильное, человек не согласен с этими взглядами, но раз рекомендовали, надо идти голосовать. Погодите, мы говорим, обратите внимание, они же все, все четверо голосовали за то, чтобы Навальный сидел, вот те законы, на основании которых он посажен, это их законы, вы как можете между ними вообще выбирать? Татьяна, я могу сказать, история с умным голосованием, это печальная история, она очень печальная история, в нашей стране 110 миллионов избирателей, это все, в моем понимании, люди, способные сделать самостоятельный выбор, я никогда не вижу внутренней возможности делать выбор, исходя из ставок на политика, как на лошадь, на ипподроме, на гонках, политик не лошадь, политик представитель, он выражает ценности, если сегодня за политика, выражающего ценности, выголосуете 10, 15, 20 процентов избирателей, это показывает, что в стране столько людей, или в городе, в регионе, в округе, столько людей, придерживающихся таких взглядов, и это самое сильное влияние на власть, вот сейчас мы уже привыкли к Путину, который не колеблется никуда, он же видит, какой вектор в стране, вектор в стране, простите, красно-коричневый, вот просто красно-коричневый, и ему не нужно куда-то колебаться, но я хочу вам сказать, вспомните Путина начала 2000-х годов, первого срока, есть записи, выступления, мы периодически смотрим, как менялся человек, вызывает изумление, изумление, как Владимир Владимирович перебылся в воздухе несколько раз подряд по одной теме, но, что важно, в начале нулевых годов в стране еще был существенный, заметный, уже слабеющий, но еще существенный запрос на демократические институты и демократические порядки, и полностью закатать все под асфальт за четыре года Путин не мог, потому что, с другой стороны, был противовес, в том числе, отраженный, пусть в низких, запредельно недостаточных, но результатах выборов, а когда стало понятно, что на выборы ходят полтора процента демократов, а потом один процент, а потом меньше одного процента, так зачем ему обращать внимание на этот один процент, когда у него рядом другие 99 с визгами восторга требуют возвращения смертной казни, политических репрессий и ГУЛАГа, зачем ему смотреть в эту сторону, это для него не опасно, Путин абсолютно интуитивный политик, он шкурой чувствует, где сила, он понимает, с кем считаться, и когда на выборах появляется другой политический вектор, каким бы он ни был за 21 год во власти, он будет разворачиваться лицом в эту сторону и спрашивать, что что, вы все-таки недовольны, хотя бы скажите, чем вы недовольны, вот эти выборы, это возможность развернуть колесо истории и сказать, Путин, здесь живут миллионы людей, которые недовольны тем, какую политику вы проводите, мы есть, мы жители России, мы не уехали в эмиграцию, мы не ушли во внутреннюю эмиграцию, мы пришли на выборы и сказали нет, понимаете, поэтому вот это реакция. Лев Маркович, то есть получается... Противоположно умному голосованию, противоположно. Но смотрите, получается, что вот вы говорите, что умное голосование, оно бессмысленно, а почему тогда власти так не боятся? Оно помогает власть. А почему тогда власти боятся Потому что власть продолжает вендетту с Навальным. Понятно. У них свои там умозаключения. Татьяна, умозаключения, понятное, умное голосование это название политической партии Навального. Все, понятно, да. То есть разные причины. Кстати, я хочу вам сказать, хочу вам сказать одну вещь. Вот когда были два дня назад, позавчера, да, я уже, простите, вчера утром опубликованы списки умного голосования, но я молчу про структуру этих рекомендаций. То есть если вот представить себе такой парламент, ну, в общем, это тема отдельного разговора, но сегодня мы об этом говорить не можем. Я хочу вам сказать, что вообще список умного голосования это отчасти донос. Это публичный донос с предложением властям вот этими, вот этими политиками, этими округами, этими избирательными участками подзаняться отдельно. Вот просто отдельно. Посмотрите, умное голосование показало пальчиком на этого кандидата. А что это? Там две трети кандидатов, если не 90%, до сих пор не знают, что они в списках умного голосования. То есть с людьми не велись никакие переговоры, их не предупреждали. А может быть, две трети сказала бы упаси бог, не вносите нас. Их все равно внесли. Знаете, тоже это интересный вопрос. Но хочу вам сказать, ситуация с умным голосованием это ситуация отчаяния. Это ситуация людей, пришедших к такому отчаянию, что они готовы голосовать за людоедов, чтобы не победили живодеры. Вот понимаете, выбор между... Погодите, это важно. Выбор между людоедом и живодером самоубийственный выбор. Вот что я хочу сказать. Лев Макросич, еще хотелось бы обсудить Анастасию Васильеву, главу Альянса врачей, которая объявила о разрыве с менеджерами ФБК. ФБК призвана экстремистами у нас в стране. Мы вынуждены это говорить. И сначала все подумали, что ее взломали, но потом она все-таки подтвердила. И что вы думаете по этому поводу? Я лишь приведу в пример Лилию Чанышеву. Да, это сторонница ФБК в Уфе, которая сказала, если я отрекусь от Навального, знаете, меня пытали. Вот можете что-то сказать? Действительно, выбор Анастасии Васильевой и то, что она пишет о ФБК, что они использовали профсоюз в своих интересах и забыли о нем, как только перестал быть их нужен. То есть это искреннее ее пожелание вот так вот перед выборами поступить так? Татьяна, я лично никогда не встречался с Анастасией Васильевой, но то, что я видел вот в интернете, говорят о ней, как об искреннем человеке. Она человек искренний. Нет, искреннего человека тоже можно, условно говоря, пытать. Нет, я хочу уточнить, она искренне делает то, что она делает. Что касается всех заявлений с той или иной формой отречения. У нас вся страна превращена в тюрьму. Вот просто страна превращена в тюрьму. Еще вот не все в камерах, но если посмотреть на наши внешние границы, то они уже неотличимы от колючей проволоки. Поэтому любые политические заявления, которые делает человек в ситуации несвободы, а мы живем в ситуации несвободы, нужно понимать, как заявления, которые делаются в ситуации несвободы. Мы многого не знаем. Мы не знаем, какие отношения были между Васильевой, Навальным, фондом борьбы с торопцией, штабами, другими организациями. Нам это неизвестно. Возможно, там были какие-то сложности. Вообще, жизнь сложная вещь, между людьми сложные отношения. Но хочу сказать, что в ситуации атаки на все независимые политические институты любое заявление политика, а Васильева, конечно, политика, о том, что она осуждает другого политика, с которым раньше вместе работала, нужно воспринимать, как заявление, сделанное в атмосфере несвободы. Спасибо. Насколько оно искренне, мы узнаем это позже, когда мы же будем жить в более свободной стране. Это правда. И мы надеемся. На это Лев Шлозберг, общественный деятель и журналист был сегодня в программе «Особое мнение». Спасибо. Вы слушали программу